Давайте все-таки определимся. Моя программа, это моя личная программа, программа Автостоп, я ей занимаюсь. Естественно. Сколько лет этой программе? 1 октября 2026 года, ей будет уже как бы 26 лет. То есть, грубо говоря, мы уже одно поколение так и прошли. То есть, понятно, да? Я не буду говорить, что надо куда-то испариться, пока я жив, пока Господь Бог дает мне эту возможность, пока Он дает мне возможность работать с глеобластомой, я буду жить. Естественно, буду всем этим делом показывать, что, в принципе, даже невзирая на серьезные раковые заболевания, вы можете жить спокойненько. То есть, вы можете легко посмотреть мои сюжеты, и это будет нужно и для вас, и для всех. Это, конечно, не самое широко распространяемое раковое заболевание, но это самое смертельное раковое заболевание. Это я вам честно скажу. То есть, год и три месяца, и вы на том свете. Я живу чуть-чуть больше, потому что я знаю, и всем это и вам говорю, естественно. Тот, кто меня хочет слышать, он понимает. Почему я верю в Бога нашего? Потому что я в него поверил еще до того, как это все нужно было сделать, и мы покрестились с Игорем Мониным в 1989 году. Это был еще... Это был Советский Союз. И, в принципе, если бы все нормально получилось, в 1991 году я бы стал членом КПСС и получил бы квартиру. Ну да ладно. Мы же о чем сегодня будем говорить? Мы будем говорить о том, кто что в этой жизни увидел и что получилось. Я не буду все рассказывать, поверьте мне, но я видел очень многое. И даже то, к чему стремится Визельвул, ну, сатана, ну, это мерзость, которая находится прямо рядышком с нами. Это есть, тут даже вопросов нет. То есть, он меня наградил Глеб Ластовой. А благодаря Господу Богу я вам говорю, что можно жить. Хорошая тема? Хорошая тема. К слову, вы, наверное, не думали, что передо мной никого не убивали. Нет, мы были в Москве. И прямо рядышком с нами человека убили. Прямо рядышком. Выстрел были. Прямо рядышком с нами. Не просто так. Мы вышли на улицу, и вот он лежит справа от нашего входа в трех метрах. А я хорошо услышал, когда работает АКМ. Да-да-да-да-да. Мы как раз пьяненькие были немножко так. И услышали все это дело. Знаете, как-то хмель сразу снесло. То есть, и это тоже было. Мало того, как бы, меня когда просили в свое время показать кое-что, но не буду сейчас ни о чем говорить, я сказал, я это делать не буду, потому что этого человека я знал. Этому человеку. Если бы в свое время это дело случилось, если бы его не убили, квартира бы лишилась гораздо быстрее. Такова жизнь. Или вы думаете, что меня не воровали? Не обманывали. Так вы что думаете, Визель Вол, это же это месть. Лешенька, давай мы все это дело у тебя заберем. Да-да-да-да-да-да. И так недавно случилось. Да-да-да, недавно случилось. Ровно недавно. Грубо говоря, ничего месяц не прошел, как он меня своровал УАЗика. И вот я теперь хочу вам сказать. Огромное спасибо Агаповскому роботу. Огромное спасибо, что они быстренько его нашли. Они очень быстро приехали. Очень быстро нашли место. Я примерно знал, что дальше случилось бы, потому что эту машину уволокли, и там был не один человек. Это сейчас он в сказке рассказывает, что типа я бы приехал, забрал бы машину. Ну, наверное, просто так. Что я ему должен был просто так отдать машину. Хотя, в принципе, УАЗики как бы... А тот топовый УАЗик был. Я же знаю, что такое топовый УАЗик. Так вот топовые УАЗики сейчас вообще не дешевое удовольствие, если честно. То есть примерно 600 тысяч рублей осталось туда поменять только ТНВДшку. А так он был в идеальном состоянии. И вот это в идеальном состоянии он даже проехал, размолотил... Знаете что? У меня там колеса стояли такие хорошие, кумно, навороченные. Да-да-да-да, широкие, естественно. Не 215, а 235. Большие диски, 5-е, 10-е, все. Но и диски были пошире, естественно. Ага, вот что он наделал. То есть он размолотил целиком один диск. В смысле, колесо там не было. Потому что ему нужно было быстро это дело угнать. То есть он поехал через поле. Да-да-да, через поле поехал. Зацепил колесо. У него разбилось, естественно. И мы видели, куда он поехал. Балтовым дальше проехали по полю, потому что видно было. То есть волокли его явно не один человек. Это было сделать невозможно, потому что машина не заводилась. Мало того, этот долбоящер, естественно. Взял, да разбил мне... Что? Он разбил мне, естественно, боковую дверь. В смысле, стекло. То есть все это дело развалилось, упал туда. Ну, надо быть странным человеком. Это уже отдельная тема. Но, тем не менее, он это сделал. А кроме всего прочего, он целиком помял мне этот... Да-да-да, я же его покрасил целиком. Вы даже не думайте, что если мне что-то нужно, я его не могу покрасить. Машина была полностью вся покрашенная. Он мне поцарапал всю боковую часть. Ну, клево было, да? То есть это типа он один пришел. Типа один. Типа один. Типа развернул. Типа волок. Ну, одному это просто не волочь. Естественно, то есть это была контора, которая попыталась своровать мой УАЗик. Я не понимаю, для чего, как это нужно было сделать. УАЗик это не та машина, которую вы можете продать. И они типа сказали, что они его собирались бы разобрать. Хорошая тема. То есть это было все очень неплохо. Точнее, плохо это было, естественно. Но тем не менее, благодаря Агаповскому РОВД это дело все красиво нашлось. Это мне понравилось. Я огромное спасибо им говорю. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что есть специалисты, которые это делать умеют. И это мне очень нравится. Тут даже вопросов нет. Когда-нибудь, это будет и в автостопе, и в доме, милом доме, мы вам покажем, как они работают. Но еще раз говорю, огромное им спасибо. К слову о том, куда машину утащили. Мою машину утащили в сторону Спасково. Это, в принципе, следующий населенный пункт, в сторону Верхнеуральска. К слову о том, что я в свое время, когда купил дом в поселке Лазурном, я думал, что там все нормально. Что это невозможная событийность, была воровства. То. Потому что эти были дома... Чьи были дома? А, вы забыли, да? Так вот, я доверю до вашего сведения, что этими домами занимались топовые сегменты нашего комбината. Виктор Филипп Шашников, его дом был рядышком с моим. Да-да-да-да-да-да. Мой дом находится рядышком с товарищем, тоже уже ушедшим на тот свет, поли. А еще рядышком был такой дом под названием Хованца. То есть там все было реально красиво. Я думал, что все это реально красиво и сохраняется. Но сегодня, сейчас я увидел, что, ребятки, не нужно вам думать. То есть, к чему мы сейчас воспитали за эти 33 года? За эти 33 года мы сделали ростовсическую контору. То есть мы сейчас даже не можем... Человеки, которые готовы быстрее сделать и рассчитаться с кредитами, не могут это сделать. Потому что это банкам невыгодно. То есть если вы часто и быстро рассчитываетесь, банки говорят, нет, 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 денег не получите. Да и чихать мне на ваше. То есть ростовсичество, это та же самая структура под названием из-под дьявола. Она пытается с нами что-то сделать. Или вам непонятно? Так подумайте сами. То есть если мы научились воровать и делать это всегда и всюду, а вы думаете, что у меня просто такая машина своровали? Нет, потому что еще в тот момент, когда все терко начиналось, у нас еще копеечку попытались сдернуть. А потом у меня еще в Миндяке, получается, мой восход 3М раздербанили. То есть это воровство. К чему все это дело ведется, это ваши проблемы. Я видел государство с такой же структурой, но это государство его не сломали. То есть мы-то все это дело переломали, каким макаром. То есть мы с мародерами разбирались, очень серьезно разбирались. И мародеры просто смотрели, что пузо раздулось. Их никто не забирал. Это был красный террор. Мы это сделали. Потом был еще один красный террор после Второй мировой войны. Там время-то немного было, но все равно мы это дело показали. А что сегодня и сейчас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не думаю, что это кому-то нужно было. И самое главное, почему я нормально работаю, вы видите все мои сюжеты. Они спокойные, ровные, для вас. Неужели вы думаете, что... Ну, это, наверное, не для Визельвула, поверьте мне. Он хочет, чтобы я был другим. А я не был другим. Я верю в нашего Господа Бога. Я в Него верю и молюсь, и это делать будут всегда. Всегда. Вы со мной ничего не сделаете. Воровство это не для меня. Уж поверьте мне.